10 разведпризнаков, указывающих на подготовку Варшавы к войне. Существенное наращивание военных расходов. Совет министров Польши утвердил проект государственного бюджета на 2023 год, который предусматривает самые большие в польской истории расходы на оборону. Только напрямую по разделу «Национальная оборона» правительство планирует выделить в 2023 году более 97 млрд злотых или почти 21 млрд долларов США, что означает рост на 68% по сравнению с показателем 2022 года. Дополнительно к этому еще 40 млрд злотых будет выделено на военные расходы из Фонда поддержки вооруженных сил. Таким образом, общие военные расходы составят около 28 млрд долларов или неслыханные ранее 4,5% от ВВП, закупки вооружения и военной техники. Помимо приобретения 250 новейших американских танков «Абрамс» стоимостью 6 млрд долларов, Варшава подписала контракт на закупку тысячи танков К-2 из Южной Кореи, 288 реактивных артиллерийских систем, 672 самоходных гаубиц К-9 и 48 истребителей Фа-50. Общая стоимость контрактов 12,3 млрд долларов. Дополнительно на востоке страны будут размещены американские ЗРК «Патриот». Масштабная подготовка военной инфраструктуры и аэродромов. Практически завершена модернизация большинства аэродромов, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов. Создаются передовые плацдармы для заблаговременного перенаправления техники и запасов материальных средств вооруженных сил США, а также оперативной переброски войск. Реконструируются учебные центры и полигоны. Американская база противоракетной обороны Вредзикова нарушает существующий баланс сил в регионе. На ее пусковых установках может быть установлено и наступательное ракетное вооружение, покрывающее всю территорию Беларуси и большую часть территории России. Планы по наращиванию численности вооруженных сил. Руководство Польши заявило, что численность вооруженных сил будет увеличена до 300 тысяч человек. В настоящее время она составляет примерно 125 с половиной тысяч профессиональных военнослужащих и 35 тысяч представителей территориальной обороны. Таким образом речь идет об увеличении, более чем в два раза, новые соединения и воинские части. Варшава формирует две дополнительные механизированные дивизии, одна из которых будет располагаться у границ Беларуси, рядом с Белостоком. Меняется и структура польских войск территориальной обороны. На восточной границе появится 10 батальонов территориальных войск. Масштабные комплексные мероприятия по мобилизации населения. Поляки массово получают повестки. Развернуты два десятка полевых лагерей, в том числе для женщин и подростков. В 2023 году планируется привлечь к участию в учениях до 200 тысяч человек, в том числе тех, кто никогда не служил. Это является по сути скрытой мобилизацией. В случае неявки гражданам будет грозить, тюремное заключение или штраф. Увеличение мероприятий боевой и оперативной подготовки. В ноябре текущего года на юго-востоке Польши, прошли крупнейшие учения ПУМА-2022, стран Вышеградской группы, а также американских и британских войск. На весну 2023 года, запланированы беспрецедентные учения польской армии, которая по заявлению польских военных, будет готова ко всем сценариям. Активизация разведдеятельности. В период польских учений, воздушная разведка Польши вдоль наших границ, велась с интенсивностью 15-20 полетов в неделю, в том числе для вскрытия нашей системы противовоздушной обороны и оценки ее возможностей. В воздушном пространстве Польши, отмечен полет новейшего самолета-разведчика Challenger 650, который позволяет не только обнаруживать воздушную цель, но и корректировать работу ПВО. Информационная политика, направленная на неизбежность участия Польши в войне. В польском медиапространстве, активно муссируется информация о вторжении Варшавы, на территорию Украины, уже весной 2023 года. С точки зрения лидера партии, право и справедливость Ярослава Кочинского, час возвращения восточных кресов уже пробил. Результатом первого этапа, стал политический и финансовый контроль киевского правительства. Задача второго этапа, подготовка поляков к боевым действиям. Изменение законодательства. В марте президент Польши Дуда, подписал закон о защите Отечества. Документ предусматривает существенное увеличение расходов на оборону. В законе описан новый механизм финансирования армии и вооружения, предусматривается новый формат военной подготовки добровольцев, увеличение числа резервистов. Вышеуказанные факты, напрямую свидетельствуют об амбициозных планах Варшавы, реализовать концепцию Речь Посполитая, версии 2.0, с очередным походом на восток. Но интуитивно историческая память подсказывает полякам, что закончится это плохо.